Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Котиночку. Наталья Ивановна, давайте я вам помогу. Спасибо, не надо. А куда вы собрались? Я собралась сходить в магазин, кое-что купить. Никак нельзя без сопровождения. Я не маленькая девочка, не потеряюсь. Наталья Ивановна, куда же вы без меня ушли? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где же я его видела-то? Вот! Да что ж такое-то? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это Артура Игоревича телефон. Он сломан. Сказал выбросить, а мне жалко. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И мне жалко. Пусть тот полежит. А может, вы мне свой дадите позвонить? Я хотела из каталога заказать для малышки кое-что. Простите, у меня нет телефона. Жень. Здравствуйте. Петр Михалыч, где же ваша родня? Вы говорили, день рождения. Анна Петровна. Вы мой главный гость. И главный человек в моей жизни. Поняла. Вот. Подарок. Пусть бегут неуклюже. Я так волнуюсь. Не волнуйтесь. Галстук. И сумрудного цвета. Я прямо сейчас начну его носить. Поможете? Да, с удовольствием. Сейчас я помогу вам. Что, 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 что вы делаете? В знам благодарности. Дружеский поцелуй именинника. Я поняла. Дружеский. Простите. Может, выпьем? Выпьем? Водки? Шампанское. Детский набиток. Дамский праздничный. Мне чуть-чуть хватит, а то я… Ну, а я с вашего позволения водки. Да, вы водки. Пожалуйста. Вот так. За вас слушай мою команду. Вот так. Вперед. А что сказали? А давайте выпьем на бродершафт. Ты как? Что? Я рад, что ты за. А… За что? Вы что? Вы что? Как вы себя вообще ведете? Как? Как… Крубый пошлан. Знаете что, я… Не желаю вас больше видеть. Все. Спасибо, Анна Петровна. Пожалуйста. Поздравили. Пожалуйста. Я пошел. До свидания. Ей могла галстук. Изумрудного цвета. А он… Пошел. Как же я тебя ненавижу, а? Как я ненавижу твоего выродка. Он мне за все заплатит. И ты мне за все заплатишь. Я сказал молчать! Так вот где она. Господи. Сделай так, чтобы Лариса была подальше от моих родных. Солнышко мое. Девочка моя. Спасибо тебе. Спасибо тебе, моя девочка. Ты же даже не знаешь, ты даже не знаешь. Если бы не ты, я ничего бы не вспомнила. Спасибо тебе, мой хороший. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ничего. Надо бежать. Надо бежать отсюда. Ти-ти-ти-ти. До свидания. Филюся. Знаешь, когда ты вырастешь, ты поймешь, и у тебя будут свои дети, и как это трудно. Трудно восстанавливать их в институт. А ты знаешь, как было трудно попасть в этот институт. Мам, пап, я... Я... Спасибо вам большое. Я обещаю, я вас... Я вас не подведу. Я вас очень люблю. Ну все. Все. Если к ней вернется память, нам придется ее убить. Нет. Это... Это невозможно. Я ее люблю. Люблю. Это же... Это же Лариса. Боже. Гриша! Да? Иди сюда. Смотри. Встретишь ветеринара? Да. Скажи, что телятам надо прививки делать. Угу. Скажи, что завтра его жду. Понял. Угу. Сегодня обедать будешь? Или так? Духом святым. Дочке давно звонила? Может, а? Давненько. Сейчас. Мамочка, привет. А мы как раз тебя вспоминали. Как ты? Здорово, мама. Все хорошо у меня. А вот здесь у меня рядом дядя Рома. Всем большой привет передает. Дядя Рома рядом передает нас привет. Алло, здравствуйте, Кристина. Я прошу прощения. Передайте, пожалуйста, моему супругу, что он паразит. Бросит семью в такой ответственный момент. А ты еще кто кого бросил? Передай привет своему Морозову, пламенной. Передам, передам, обязательно передам. А еще, дорогой мой, знаешь… Отключился. Зачем? Рыточка еще назвал. Ну, значит, любит. Правда? Любит, конечно, любит. Милый. Я должна тебе кое-что сказать. Я все вспомнила. Борис, ты должна принять решение. Либо мы летим вместе, либо ты остаешься. Ты не спеши. Подумай. Сейчас решается наша судьба. Я не знаю, что там будет впереди, но одно могу обещать. Я всегда буду рядом и смогу позаботиться о тебе. Вспомни, как нам было хорошо. Я не забыл. Ты ведь тоже меня любишь. Любила. Валера, все очень сложно. Иной раз я сама себя не могу понять. Зато я понимаю. Я всем рискую. Всей своей жизнью ради тебя. А… О чем ты, дорогая? Ты знаешь, о чем я, дорогой. Наташ, я… Не надо. Не надо оправдываться. Я вспомнила, кто я и кто ты. Я вспомнила наши отношения. А я никогда ведь не хотела быть с тобой. А ты меня добивался. Долго и безуспешно. Да. Да, это правда. Да. Мне сейчас трудно все это объяснить. Послушай, это еще не все. Я хочу, чтобы ты знал. Я только теперь поняла, какой я была глупой. Я не понимала и не видела очевидных вещей. Чего ты не понимала? Того, что ты, Артур, мужчина моей мечты. Ты за эти месяцы столько мне дал любви и заботы, сколько я не получала за всю свою жизнь. И я хочу быть с тобой. Я хочу, чтобы у нас была настоящая семья. Наташа, ну что же ты? Что ты пугаешь? Ты даже не представляешь себя, как я счастлив, что ты на меня не обижаешься. Дорогая моя, единственная, я так тебя люблю. Все, что я делала, делала только ради того, чтобы ты была рядом со мной. Ты должна простить все вот эти чудачества мои. Ну и, ну и двигала любовь. Куда мы уедем? Это не имеет значения. Главное, что тебя там не найдут. Хорошо. Я поеду с тобой. Завтра в 6 часов вечера мы должны быть на вокзале, потом мы едем в столицу, оттуда в аэропорт и летим, куда захотим. Ну, я пока не знаю, куда хочу. У тебя будет время до завтра подумать. Мы свободны. Лучшее впереди. За нас. За нас. Наташенька, солнышко мое, смотри. Здесь лежит твой дедушка. Он сейчас очень рад, что мы к нему пришли в гости. Он у нас был замечательный. Жаль, что ты его никогда не увидишь, да? А мои рассказы даже близко не передадут, каким он был замечательным человеком. Жаль, Саша. Ушел. Ушел в самом расцвете сил. Видимо, так было на роду написано. Он просил похоронить его именно здесь. Рядом с Богданой. Он любил ее, да? Да, очень. Расскажи мне о ней. Кать, зачем тебе? Хочу знать, какой была женщина, которая по-настоящему любила маму. Богдана в молодости была далеко не идеальным человеком. Особенно до тюрьмы. Но она с лихвой за все заплатила. Я слышала, что они с мамой когда-то были подругами, да? Да, когда-то были. Пока Лариса не увела Сашу. На этом дружба закончилась. Странно, как бывает. Она ведь поломала столько жизни, она причинила столько боли. Почему она стала такой? Не знаю. Зависть. Ничем не оправданной амбиции. Гены. Саша мне рассказывала о ее настоящих родителях. Почти ничего не известно. Кать, ну в мире не бывает абсолютного зла. Если Саша любил ее, значит, было за что. А ведь, знаешь, у меня было хорошее детство. По-настоящему. Они когда-то с папой очень любили друг друга. Ну вот видишь, если бы Саша и Лариса не поженились, не было бы тебя. Натур, Натур, и тебя бы не было. Значит, значит, можно во всем найти что-то хорошее. Ну, тихо все. Милая, я просто не могу поверить, что это происходит на самом деле. Мы вот так просто с тобой гуляем, разговариваем, и ты на меня и сердишься. А за что мне на тебя сердиться? Я же прекрасно понимаю, что мужчина ради любимой женщины пойдет на все. Я имею в виду настоящий мужчина. Такой, как ты. Ты потеряла память? А когда я нашел тебя, я просто ослеп. Я так и сказал себе. Она будет моей точка, и ничто не сможет мне помешать. Ну, и ты все сделал правильно. Спасибо. Ты настоящая женщина. Я о такой мечтал всю свою жизнь. Артур, а давай договоримся. Давай мы все забудем и начнем с чистого листа. Как будто не было никакой потери памяти. Как будто мы встречались и решили создать семью. Идет? Ты на самом деле хочешь создать семью? Со мной? Я хочу, чтобы наш малышка, ты и я, мы были вместе. Вот что мне надо для счастья. Здрасте. Здрасте. Протапова, я к тебе зайду. Здравствуйте, Федор Михайлович. Я вам не помешала? Помешали. Вы что, не видите, что я занят? Чем? Я отправляю смс с очень важным сообщением. Да, кому? Неважно. Ой, извините, извините. Пожалуйста. Да просто у вас костюм очень вам идет, и галстук замечательный. Слушайте, если вы думаете, что вы своими льстивыми комплиментами сможете мне смягчить, то ошибаетесь. Вчера в ресторане вы нанесли мне обиду. Я этого долго не забуду. Федор Михайлович, я вчера погорячилась слегка. Слегка. Ну что вы, как маленький ребенок, обижаетесь, а? Анна Петровна, вы по делу? Ну не злитесь, я вас прошу. А я прошу вас, оставьте меня в покое. Хорошо, я по делу. Слушаю вас. Да вот, к Потаповой надо в тринадцатую комнату зайти. Я не могу. Я торгуюсь на свидание. Вот сейчас я отправляюсь сама с подтверждением. Так вот, все ушло. Меня ждут великие бои на любовном фронте. Зря я волновалась. Она ничего не помнит. Кажется, Наташа счастлива. Какая трогательная семейная идиллия. Аж слезы наворачиваются. Прости меня, Артурчик. Скоро мне придется разрушить твое счастье. Потому что я всегда и все довожу до конца. Гуляй, Наташенька, гуляй. Недолго тебе осталось. Артур, есть еще одна просьба, о которой я хочу тебя попросить. Это важно для нас, для нашей семьи. Ты о чем, милая? Может быть, эта просьба покажется тебе странной. Но София должна уехать. Я не знаю, о чем она думает, но я чувствую от нее какую-то опасность. Ну что ты, она не причинит тебе никакого вреда. Это я тебе обещаю. Нет, ты не знаешь, какой она может оказаться хитрой и опасной. Ну, не хитрее меня, я так думаю. Я не буду с ней жить под одной крышей. Так что выбирай, или я, или она. Хорошо, хорошо. Я понял. Нет никаких проблем. Я сделаю все, как ты хочешь. Пошли. Нагулялись уже? А я так по малышке соскучилась. Давай я ее возьму. Не надо. Почему твоя жена смотрит на меня, как на врага? Объяснишь? Виктория, это я. Да. Ты меня извини, что я тебя отрываю, но просто у меня сегодня такое случилось, я тебе должна это рассказать, да. Я тебе сейчас все объясню, понимаешь, меня обидели. Обидели, а вообще, если точнее сказать, что унизили и отвергли. Кто, кто, кто? Один из многочисленных моих поклонников, да, Федор Михайлович. Можешь себе представить, дай бог ему здоровья, чтобы ему пусто было. Как я тебе признаться, если честно, Виктория, то... И так-то много у меня этих поклонников и осталось. А вот так цинично и со мной еще вообще никто никогда в жизни не поступал, понимаешь? Подло. Анечка, Анечка, прости меня, пожалуйста, я... Ну, я не могу с тобой сейчас разговаривать. Понимаешь, я... Я вроде бы как на свидании. Да. Не, ну что значит где? Где у меня? В одном ресторане. Наш очень солидном и очень дорогом. Мужчина? Ну, мужчина это что-то. Аня, слушай, он ко мне на свидание пришел в галстуке. Да. Наверное, в очень дорогом такого, знаешь, изумрудного цвета. Значит, так, Виктория, да? Значит, вот так ты со мной. Ты... Вот... Стерва ты после этого, Виктория. Вот и все. Виктор Михайлович, ой, какой ты переметнулся к Виктории. Все понятно, чтоб тебе ни дна, ни покрышки. Трубку бросила. Ну что? Я вроде бы как правильно все сказала, да? Наша первая задача какая? Вызвать ревность. Уж я-то женщин знаю. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Все. Ларис, с этой минуты наши пути расходятся. Я поговорил с Наташей и... Короче, короче. Ты можешь быть... свободной. Я могу быть свободна? Абсолютно верно. И что это значит? Ну, это значит, что ты можешь уехать домой или еще куда-нибудь. Я отдам тебе денег, на первое время хватит. А дальше, думаю, сама. Ты же не маленькая девочка. Значит, вы швыриваешь меня, да? Ларис, ну не надо драматизировать. Мы же с тобой деловые люди. Да, мы заключили сделку. Но теперь необходимость в этой сделке отпала. Угу. Вот так распадаются родственные связи. Да ничего. Долго переживать я не буду. Ты прав, сделка есть сделка. Если честно, я и сама собиралась уехать. Но есть одно но. Какое? Неустойка. Обойдется тебе в кругленькую сумму. Ну, ты же понимаешь, деньги не проблема. Ага. Тебе помочь собраться? Нет, обойдусь. А где София? Она не будет завтракать? Уже позавтракала. Она спешит собрать вещи. Она уезжает, как ты и хотела. Хорошо. Спасибо, милый. Это большое облегчение для меня. И приятно осознавать, что твоим словам можно доверять. Я готов выполнить для тебя любое желание. Любой каприз. Правда? Надо будет подумать на досуге. О своих неосуществленных желаниях. Только не заказывай луну с неба. А так я готов для тебя сделать все, что угодно. Любой каприз. Ну, до серьезных желаний мы еще доберемся. А пока что хочется просто прогуляться. Без сопровождения. Наташа, мне кажется, что еще не пора. Артур, не переживай, я быстро вернусь. И дочка останется с Гретой. И что-то вроде залога. И вообще мне неприятны вот эти все торги. Мне казалось, что мы сближаемся. Ну, естественно, мне тоже. Я не знаю. Послушай. Если мы не будем доверять друг другу, мы никогда не сможем стать одной семьей. Ну, ладно. Ладно. Только ненадолго. Я сам посижу у вас с нашей дочуркой. Можешь не беспокоиться. Хорошо. Я быстро обещаю. А ты, пожалуйста, все-таки посмотри за Софией. Я как-то ей не доверяю. Все-таки ребенок был. Ладно. Спасибо. Алло. Алло, говорите. Алло. Алло, вас плохо слышно? Наташа? Наташа, ты не можешь быть. Да, я все понял. Хорошо, я сейчас же заявлю в полицию. Да, да, я все сделаю, не волнуйся. Я прилечу сегодня же, да. На, давай, держись там. Максим, я прошу тебя, пожалуйста, быстрее. Мы с дочкой в опасности. Лариса явно что-то задумала. А? Где девочка? В доме я ее оставила. Я не могла ее с собой взять. Все, мне надо бежать, Максим. Мне надо бежать, пока никто ничего не заподозрил. Я прошу тебя, пожалуйста. Пожалуйста, забери нас скорее. Пока. Спокойно, Наташа. Спокойно, надо собраться. Я сильная, я все выдержу. Надо сыграть эту роль до конца. Наталья Иванович, у меня есть новость о Наташи. Погодите, Максим Леонидович, что случилось опять? Наташа вышла на связь. Я говорил с ней по телефону, она мне все рассказывала. Не понял, вы же мне сказали, что вы обнаружили ее местонахождение. Что вы знаете где она, что дело закрыто. Ну, разве не так? Так, ну, то есть, да. То есть, нет, дело в том, что дело закрыто, и мы ее обнаружили, да. Да, но вскрылись новые подробности. Конкретнее. Дело в том, что она живет с Артуром Романовым не по собственной воле. Ее удерживают силой. Вот ничего себе, погодите, вы точно в этом уверены? Абсолютно. Более того, с ними там Лариса Ворошилова. Как? Ну, привет. Привет, милая. А вот и наша мамочка. А мы тут ее уже заждались, да? Соскучилась она по тебе. А я по ней. Дай, пожалуйста. Утю-тю-тю-тю. А ну, она теку-тю-тю. Вот. Тише-тише. Ты знаешь, я так счастлив. Ну, как вы тут без меня? Чем занимались? Да вот, с Грэтой переодевали малышку. А ты где была? Я прогулялась, посмотрела город, посидела в кафе, ничего особенного. Спасибо, что ты мне доверяешь. Пожалуйста. После того, как мы поговорили по телефону, я еще был у Морозова, и сейчас я собираюсь к Наташу. Но нет никаких сомнений, ее похитили. Я же говорил. Я же говорил, что ее надо было спасать. Хорошо, хоть она нашла возможность сообщить нам об этом. Господи, кошмар какой, а. Это они что, ее в подвале держат, да? И Лариса тоже рядом, да? Слушайте, ребят, я знаю, у всех сейчас много вопросов, все волнуются, но на это просто нет времени. Да, ты прав. Ты прав, Максим. Нужно действовать. Да. Я лечу с тобой. Не нужно. Почему? Я справлюсь сам, и мне поможет полиция. А ты оставайся здесь с семьей. Хорошо. Когда у тебя самолет? Через час. Я отбежу тебя в аэропорт. Отлично, это подходит. Господи, какой кошмар. Это Наташа там одна в этом подвале с грудным ребенком. Это ж как она? Рит. Что? Рит. Что? Что? Что такое? Что вы в водичке, дай? Ей плохо, надо вызвать врача. Да никакого врача не нужно. Все в порядке со мной. Нормально, все, дай водички. Нам стало известно местонахождение опасной преступницы Ларисы Ворошиловой. Да, да, та самая, которая в розыске числится. Да, и по Интерполу тоже. В общем, задерживать ее нужно крайне осторожно. Она может быть вооружена. И, кроме того, вместе с сообщником они в доме содержат заложницу. Да. Здравствуйте, Анна Петровна. Не помешал? Вы же видите, что помешали. Я занята. И чем же? Работай. В отличие от вас я по свиданиям не бегаю. По крайней мере, с утра. Можно я все-таки зайду? Рад уж. Вы здесь проходите. Анна Петровна, вы были правы. Ну, зря я на вас обиделся. Столько лет общаемся, как-никак. Федор Михайлович, у меня абсолютно нет времени на болтовню. Поэтому, если вы по делу, то по какому? Да ни по какому. Дай, думаю, зайду, чайку попью перед работой. Как обычно. Ммм. Чайку захотелось. А вот теперь, Федор Михайлович, чаек пить вы будете только со своей дамой сердцем. И, наверное, не с одной, судя по вашим донжуанским замашкам. Анна Петровна, ну вы как ребенок. Какая дама сердца. А, обыкновенная, с которой вы по ресторанам ходите и для которой вот парадный галстук нацепили Казанова-ветеран. Ну, мы стали и вышли. Алло, дядя Рома. У нас тут такое. Максим Леонидович летит спасать Наташу. Тетя Рит как об этом услышала, ей стало плохо. Но вы не волнуйтесь, ей уже лучше. Давай, Федя, выкладывай. Как там у тебя все с Анной прошло? Да нечего выкладывать. Ничего не выгорело у меня с Анной Петровной. Как не выгорело? Федя, чего мне все время из тебя все надо к вещами вытягивать? Ну, ей-богу. Попробуй описать это в форме краткого рассказа. Слушай, Виктория Ивановна, мне сейчас не до литературы. Ситуация только хуже стала после этого розыгрыша нашего. Она совсем не хочет со мной разговаривать. Доигрался старый дурак. Федя, что ты не понимаешь? А по-моему, все отлично сработало. Вик, ну, может быть, ты не будешь мне мозги путать? Что выгорело? Где? Где? Раз Анька злится, значит, что? Что? Ревнует. А ревнует только тогда, когда испытывают глубочайшие чувства. Понимаешь? Допустим, хорошо. Ну, а что дальше? Дальше? А дальше я иду к Анне. Я ей все подробно рассказываю, объясняю ситуацию. И я уверена, она поймет тебя и простит. А мне что делать? А тебе, во-первых, перестать сомневаться в себе, это раз. А во-вторых, дуй за цветами. Учти, Анька розы любит. И потом быстренько за мной к Анне. Хорошо? Рома, подожди! Что? Подожди! Господи, на поезда еще 25 минут успеешь. Жалко, перетопе нет аэропорта. Уже через час был бы рядом с Ритой. Так пока доедешь. Ты прям как влюбленный студент. Да при чем тут? Скорее, как заботливый муж. Гостинца-то не забудь, заботливый. Давай. И как доберешься, обязательно перезвони. Ну, конечно. Как хочу. Давай, до встречи. До встречи. Здравствуй, Анечка. Можно? А ну-ка, а ну-ка, уходи, откуда пришла? Анечка, мне с тобой поговорить надо. А мне не надо. Я, между прочим, все видела. Ты о чем? О чем? Я видела, как ты с Федором в парке на лавочке сидела. Бырковала, голубица. Анечка, ты все неправильно поняла. Да. Я сейчас тебе все объясню, как было на самом деле. Не надо мне ничего объяснять. Я прекрасно знаю, как ты по ушам можешь людям ездить, писательнице. Ты мне больше не подруга. Анечка. И это после стольких лет дружбы нашей с тобой, можно сказать, даже жизни из-за какого-то Федьки, а? А вот это вот я попрошу. Виктория. Федька, эээ, Федор Михайлович. Может, и кобель, как оказалось, но в целом очень хороший человек. Вот, дорогая, вот я тебя и поймала. Ревнуешь, значит? Я? Ну, ты ревнуешь. Что это ты имеешь в виду? Как это я ревную-то? Да ладно тебе, Анька, у тебя все на физии твоей написано. Что написано? А то, что ты любишь Федора-то. Что это я люблю? Я никого не люблю. Я вообще никого не люблю. Ладно! Прекрати! Прекрати мучить столько лет хорошего, достойного человека. Федор Михайлович, между прочим, специально это все придумал для тебя, чтобы разыграть. даже сейчас я не понимаю, в каком смысле разыграть. Да ладно тебе, Анька, сколько тебе лет? Все девочку из себя корчишь, все тебе разжевывать надо. Значит так, слушай, мы с Федором Михайловичем специально придумали эту комбинацию, чтобы заставить тебя ревновать. Вот так. Федор Михайлович, заходите. Калкачка снимем. Анна Петровна. Я? Я больше не могу молчать. Я люблю вас. Будьте моей женой. Я своих чувств не стыжусь. Я тоже самая. Куда уж от вас поденешься. Слава Богу. Ой, а что это я засиделась? Дел то у меня знаете сколько? Будьте счастливы. До свидания. У меня дел у меня. Кхе-кхе. Рита, родная, ты как? Вернулся все-таки. Ну, как я могу не вернуться, когда с тобой такое происходит? А почему ты лежишь? Тебе что, плохо? Да нет, просто на сон клонит. Машка тебе все-таки позвонила, да? Ну, а ты как думала? я же все-таки Тимош. Должен быть рядом и в горе, и в радость. Не забыла? Нет. Хорошо, что ты помнишь. Максим уже за Наташей вылетел. Ты знаешь, да? Знаю. Я должен был с ним лететь, но так разобиделся на тебя, как последний дурак. Что есть, то есть. Из песни слов не выбросишь. Рит, прости меня. Я тебя люблю. Ромка, да ладно уже, ты меня прости, я тоже не ангел. Прости меня. Что, плохо, да? Да нет, просто давит что-то и мутит немного. Собирайся, мы едем в больницу. Чего это? Поехали. Операцию нужно проводить крайне осторожно. Нужно постараться не спугнуть преступников. Это Лариса Ворошилова очень опасна? Да. Будьте осторожны, мы будем ожидать в машине. Если что-то пойдет не так, нажимайте кнопку вызова. Ясно. Пойдем. Доктор, у меня что, что-то по-женски? Можно и так сказать. О, Господи, только нет. Я думала, там нервы, давление. А Степанов меня к вам направил. Совершенно верно. вас Олег Павлович направил. Что у меня? Ничего страшного. Вы беременны. Доктор, это правда? Абсолютно. Уже третий месяц пошел. Ром. Спасибо вам, доктор. Ром, у нас будет ребенок. Добрый день. Добрый день. Вы к кому? Я к Артуре Романову. Мы договорились. О встрече. У вас по делу или личный вопрос? Вы знаете, и то, и другое. Странно. Меня не предупреждали. Ожидайте. Я сообщу. Отдохни. Отдохни. Наташа, вы куда? Наташа. А вы кто такой? Отойдите. Я не хочу проверять силы. Я буду кричать. Тихо, 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 тихо. Ты как? Все хорошо. Слава богу, ты приехал. Где Артур? Где Лариса? Там. Максим, осторожно. У него может быть оружие. Ну что? Вот мы и увидели. Тебе все-таки удалось меня обмануть. И ты позвала его. Я пришел забрать свою жену и своего ребенка. Максим вернулся. И ты думаешь, что я тебе позволю это сделать? Иди ты, ребенка. Только через мой труп, предательница! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Я нейтрализовал Эртура. Максим! Максим, Лариса украла нашу дочь. Лариса сбежала с нашим ребенком. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова